Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Штаты и регионы Западной Армении. Преступные действия вооруженных сил Азербайджана в Арцахе. Доклад защитника прав человека в Армении и в Арцахе. Правительство Армении дало согласие на соглашение о воздушном сообщении с Сирией. Счастливые народы, у которых нет соседей, разрушающих цивилизацию. Мы несчастны. Рафик Уртощан. Представители общественных организаций группы граждан потребовали от ООН не допустить искажения культурного наследия в Арцахе. Познакомимся со знаменитыми детьми Западной Армении Мимар Синан. Антонио Арслам представит книгу о фресках до диванков Палаццо Фульчи в Италии. Восточные районы Западной Армении занимают площадь 164 тысяч квадратных километров. В регионе 14 провинций, в том числе Хакари, Ван, Ардахан, Карс, Агри, Багеш, Муш, Бюракан, Малатия, Ерзенка и другие. Столица Западной Армении Карим площадью 25 тысяч квадратных километров является крупнейшим городом региона. С 14 по 16 февраля амбудсмен Республики Армения Арман Татуян и амбудсмен Арцаха Герам Степанян собрали факты о нарушениях прав человека в Тагаварде, Кармиршуках, Раморте и других общинах Республики Арцах после 44-дневной войны. Согласно заявлению защитника прав человека, стрельба происходит почти каждый день. Всего несколько дней назад азербайджанские вооруженные силы открыли огонь пожилым домам. В момент обстрела в домах находились дети и женщины. В одном из домов было разбито стекло, в комнате в этот момент спали маленькие дети. Азербайджанские вооруженные силы находятся прямо перед домами в этих общинах. Во время нашего пребывания в Арцахе мы непосредственно убедились в преступных действиях Азербайджана, говорится в сообщении, распространенном Арман Татуяном и Герам Степаняном. Правительство Республики Армения одобрило подписанную 14 мая 2021 года законодательную инициативу по проекту закона Республики Армения о ратификации соглашения о воздушном сообщении между правительством Республики Армения и правительством Сирийской Арабской Республики. По словам авторов проекта, целью является налаживание воздушного сообщения между двумя странами и максимальное развитие международного сотрудничества. Ратификация соглашения будет способствовать регулярному двустороннему авиасообщению и стимулировать двусторонние экономические связи. В эфире Western Arminia TV заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафик Ортошьян рассказал о предпринятых Азербайджаном шагах по ликвидации армянских следов и историко-культурных ценностей на оккупированных территориях Арцаха, а также о реакции властей Армении и Арцаха. Он отметил, что в данном случае Армения добилась серьезного прогресса, так как подошла к этому вопросу на уровне Министерства иностранных дел, предоставив проблему ее наиболее важные детали широким международной аудитории. Он также сослался на журнал «Варцк», представив опубликованные там темы и публикации. Обеспокоенные люди судьбой армянских культурных памятников, находящихся под контролем Азербайджана после 44-дневной арцахской войны, и представители неправительственных организаций провели акцию протеста перед офисом ООН в Армении, требуя предотвратить уничтожение армянского культурного наследия в Арцахе. Протестующие держали плакаты со словами «Прекратите спонсировать культурный геноцид в Арцахе». Армянское культурное наследие в опасности. Вы несете ответственность за культурный геноцид в Нахичеване и Арцахе. Западная Армения, величайшего архитектора классического периода османская архитектура, армянина Мимара Синана, творчеством которого начинается история османского возрождения, часто сравнивают с его современником Микеланджело Буанарити или древнегреческим математиком Эвклидом. Этот великий мастер армянской и византийской архитектурной мысли оставил, наследие которого нет в мире. То, что мастер был армянином, было доказано в рамках движения определения черепа турецкой расы, стартовавшего в 30-х годах прошлого века. Гранддинг также привел доказательства армянского происхождения Синана, что вызвало серьезное недовольство среди националистов страны. Статья полностью доступна на нашем сайте. 19 февраля в Большом зале Палаццо Фульчи в Италии итальянская писательница и ученый Антони Арслан представит книгу архитектора Розаряна и реставратора Кристин Ламуре. Дадиванг. Сохранение и реставрация фресок, датированных 1297 годом церкви Катурико 1214 года. Об этом мы узнаем с фейсбук-страницы посольства Республики Армения в Италии. «Когда я думаю о Дадиванг, я достаточно долго останавливаюсь, чтобы со всей силой осознать его невероятную атмосферу и силу. Мне сразу вспоминаются образы прекрасных, почти бестелесных ангелов», написала Антони Арслан в выступлении книги. Далее для вас армянская народная песня. «Яр-яр, ен-тул-ар дидаг-ли-бе, ен-тул-ар дидаг-ли-бе. Яр-яр, мал-ли-на, 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 мал-ли-на. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.